Построение потроя в шеренгу молодым людям, приглашенным на День призывника, дается с трудом. Но это пока. Совсем скоро они не только будут строиться на раз-два, но и научатся маршировать, метко стрелять или, например, даже управлять танком. Сегодня мы проводим День призывника на территории военно-патриотического комплекса «Патриот». Мы впервые проводим мероприятие на территории «Патриота» и надеемся, что этот опыт мы будем дальше продолжать. И следующие Дни призывника тоже будем стараться проводить в этом комплексе. В «Патриот» приехали юноши, которые пополнят ряды вооруженных сил Российской Федерации уже в этом году. Задача Дня призывника – мотивировать на службу одних и окончательно убедить в правильности принятого решения других. Это раньше молодые люди старались уклониться. Теперь такой вариант ими даже не рассматривается. «Да я в любом случае хотел в армию идти. С настроением боевым, разумеется». «Мое желание идти в армию, оно достаточно давно назрело. Ну, как сказать, желание. Потому что надо. Да, надо, и поэтому иду в армию». После митинга и просмотра фильма о парке «Патриот» и вооруженных силах России будущим солдатам предложили пострелять из пневматической винтовки. Побыть недолго снайпером захотели многие. Правда, поразить мишень, пусть и неподвижную, удавалось не всем. «Офицеры уверены, на карьере снайпера ставить крест рано. При желании всему можно научиться. И в этом они готовы оказать всю необходимую помощь». «Положение сидя. Локти на стол и правую и левую руку. Здесь правой рукой, вернее левой рукой не зажимаем. Ладонь держим. Вот в таком положении». А если даже советы профессионалов не помогли, можно рассмотреть другую армейскую специальность – водитель грузового транспорта. Обучение в автошколе ДСААФ по направлению из военкомата – бесплатное. Завершился день призывника – экскурсии по танковому музею. Кого-то впечатлил легендарный Т-34, а кто-то поразился размерами немецкого «Мауса». «Когда я сюда ехал, я думал, что экскурсия будет скучной и не будет ничего интересного для меня. Но в скором времени я ошибся». На молодых людей из Одинцовского района, которые уже служат в вооруженных силах, жалобы из частей не поступали, говорит военком. А по итогам прошедшего дня призывника можно не сомневаться. И эти ребята тоже будут служить хорошо. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.